В студии Елена Кузовкина. В ближайшие 15 минут я и мои коллеги расскажем о некоторых заметных событиях этого дня. Смотрите в выпуске. На обсуждение представили три проекта. Как говорили сегодня участники круглого стола, у всех трех проектов есть, конечно же, плюсы и минусы. Каким быть? Парку Изумрудный продолжают решать в Барнауле. В квартиры въехали, проблемы не закончились. Да, действительно, мы подписали, но почему-то на бюллетене не было даты. Почему жители Демидов парка против управляющей компании от застройщика? Влияет ли цвет волос на характер? Чем больше в организме гормона тестостерона мужского, тем темнее волос. Сегодня день брюнеток. Бензин вновь подорожал, в том числе и в Барнауле. На всех крупных автозаправочных станциях цена топлива сегодня выросла в среднем на 15 копеек. Напомним, в последний раз стоимость бензина заметно возросла в начале этого года сразу на 65-70 копеек. Но после волны общественных недовольств незначительно, но цену на топливо понизили. С сегодняшнего дня заправиться 92-й. На некоторых крупных АЗС можно за 41 рубль 15 копеек. За 95-й придется заплатить 43 рубля 5 копеек. К слову, о повышении стоимости бензина сообщают и в других регионах страны. Было жарко. Сегодня в Барнауле публично обсуждали, как будет развиваться в перспективе парк Изумрудный. Присутствующие заслушали основные концепции развития территории. В результате обсуждение вышло далеко за рамки двух запланированных часов. Кирилл Политов выслушал все мнения и сейчас поделится вариантами развития парка. Вот он тот самый парк, а точнее то, что от него осталось. Придать новую огранку Изумрудного сегодня пытаются общественники, политики, бизнесмены, ну и конечно же жители краевой столицы. Итак, сегодня завершилось первое публичное обсуждение по поводу того, каким будет будущий парк, парк Изумрудный. Есть три основные концепции. Итак, первый проект презентовала творческая мастерская архитектора Аниси Форова. Но вот сам Петр Иванович его и презентовал нам и общественности. По его мнению, парк должен остаться в том виде, в котором он сейчас есть. Единственное, что его надо несколько освежить. Но, опять же, никаких там глобальных изменений не должно быть. То есть озеро, там где оно сейчас есть, нужно его реконструировать. Стадион Клевчения на том же самом месте тоже требует реконструкции. Все прелести парка, они должны быть и исторические, и современные, и там предусмотрены. И не может быть никакого вопроса о новом большом грандиозном строительстве. А ландшафтная и парковая скульптура и архитектура там должна присутствовать на современном уровне. Второй проект можно так назвать под одним названием «Бизнес-парк». То есть его авторы решили разграничить зону, это бывшее кладбище, его назвали «Зоной покоя». А остальное отдали на различные локации. Например, там планируется открытый пляж, закрытый пляж. И самое главное, одно из самых главных условий – это спортивные площадки. Их планируется объединить. Это ледовый дворец, который строится, до сих пор строится. Это стадион «Клевчение». И еще, они предлагают построить еще один новый спортивный объект, где, возможно, будет секция баскетбола, то, о чем мечтают многие мальчишки, любители этого вида спорта. Спортивный комплекс, который, по сути, по меркам других спортивных комплексов, достаточно компактный, комфортный, который будет занимать всего лишь 3,5 тысячи квадратных метров. Пятно вырубки на сегодняшний день, оно по площади гораздо больше. Еще одно главное отличие второго проекта от других – это то, что он предполагает инвестиции, но не государственные инвестиции, а частные. Например, авторы считают, что этому проекту нужен меценат, и, по их словам, они уже нашли средства на его реализацию. Третий проект называется «Горсад». Его предлагают общественники во главе с Владиславом Вакаевым. Он чем-то похож на второй проект. Там также предполагается, что на месте кладбища будет мемориальная зона, но уже не зона покоя, а мемориальная зона. А остальная территория также будет отдана на различные объекты, проекты, и в том числе спортивного характера. Мы исходим из того, что этот проект должен финансироваться за счет краевого бюджета и федерального бюджета. Эти средства в стране есть для того, чтобы получить городу, получить современное передовое общественное пространство, зеленую зону, где можно отдыхать, проводить время. Как говорили сегодня участники «Круглого стола», у всех трех проектов есть, конечно же, плюсы и минусы. Кто-то предложил взять самое лучшее у одного проекта, у другого объединить уже в четвертый, может быть, какой-то проект. Тем не менее, участники сегодня же проголосовали за какой-то понравившийся проект и предлагают проголосовать, в том числе и жителей Барнаула, в глобальной сети. Вот каким будет парк «Изумрудный», какой он получит огласку, решать всем нам. Кирилл Политов, Александр Антропов. День с толком. Строительство Демидов парка, а точнее проблемы, с которыми в свое время столкнулись дольщики, долгое время были актуальны для всех новостейных лент. К примеру, также часто сейчас говорят о парке «Изумрудный». Так вот, в квартиры дольщики заехали, а проблемы остались. Правда, уже другого характера. Оказывается, домом управляет компания, которую никто не выбирал. Об этом люди рассказали нашей съемочной группе. Анастасия Дороган продолжит. А на балконе в щель можно просунуть руку. В таком виде дольщикам Демидов парка показывают их квартиры. И, по словам людей, тут же предлагают подписать акт приема-передачи. Нужно составить акт, передать его застройщику, что мы видим эти недочеты, давайте разберемся. Но почему-то юрист отказался его подписывать, то есть сказал ей, дай же подписывай ставить не буду, просто его возьму. Поэтому мы это так будем отправлять почтой, заказным письмом, чтобы хоть как-то это было зафиксировано. Александр подчеркнул, замечаний к строителям у них сейчас меньше всего. Дом стоит. Вопросы к делопроизводству. Апофеозом стала новость об управляющей компании «Успех», которую, по словам жителей, они не выбирали. Такого мнения, как минимум 300 дольщиков, почти половины дома. Мы знаем, что некоторым дольщикам, которые осматривали квартиры, предлагался бюллетень, но бюллетень по голосованию за управляющую компанию. Но в данном бюллетене не стояла дата. И причем это подтвердило более 20 человек. Вот в нашей группе сказали, да, действительно, мы подписали, но почему-то на бюллетене не было даты. Мы требуем признать протокол голосования за управляющую компанию «Успех» недействительным. А сколько принимало участие в этом собрании жильцов? Ну, у меня сейчас документов нет перед собой. Там, получается, 51% есть точно. А люди не просили у вас протокол? Ну, нет пока. Текущее содержание в 13 рублей, что, в принципе, выше, чем в среднем по Барнаулу. И вот интересно, люди приняли, нет? Да, это приняли. Что еще приняли, неизвестно. На сайте Краевой госинспекции ЖКХ лишь дата собрания и номер протокола. Самого протокола нет. Договора управляющей компании тоже нет, лишь белый лист. Людей возмущает, что за их спиной кто-то привел на дом УК со штатом в три человека, без технической базы, да еще и от застройщика. Почему жильцы против управляющей компании от застройщика? Потому что они боятся повторить судьбу другого дома, где управляющая компания тоже от застройщика. Того самого, что строил Демидов парк. В ЖК «Облака» он создал управляющую компанию «Партнер Гарант». И люди хотят сменить ее из-за, по их мнению, слишком дорогого комфорта. Поясним. В разных источниках в застройщиках Демидов парка числится аспект и группа компаний «Партнер». А перед этим «Партнер» построил этот дом по улице Октябрьская, 25А. По словам жителей, в какой-то момент они узнали, что пять человек единогласно создали ТСЖ, следом УК с одним и тем же директором. Спустя время люди стали замечать завышенные, по их мнению, платежи. Процентов 30-50 мы переплачиваем за отопление и за стоимость подогрева горячей воды. Через пару недель дольщикам Демидов парка по запросу должны предоставить протокол собрания. После этого жильцы решат, как быть дальше. А между тем, 29 мая должен состояться суд о передаче в собственность дольщикам квартир Демидов парка. Вот тогда вопрос управляющей организации станет актуальным для всех. Анастасия Драган, Алексей Фризин. День с толком. Продолжим. Этих женщин считают хитрыми, умными и терпеливыми. А еще целеустремленными и властными. Сегодня праздник у брюнеток. А может ли цвет волос влиять на человека и его жизненные принципы? Это сегодня пытались выяснить я и мой коллега Алексей Фризин. Вы ничего не потеряли. Я сумасбродно, мстительная, ревнивая, как любая женщина. А еще, как все женщины, она любит эксперименты и постоянно работает над собой и своей внешностью. Виктория Гальцева, ведущая актриса музыкального театра, от природы жгучая брюнетка. Говорит, со временем поняла, что именно этот цвет к лицу. А ведь однажды Вика почти решилась стать блондинкой, но побоялась портить волосы. Тогда поменять образ получилось с помощью париков. Парики были любого цвета, любого вкуса, любой формы. В принципе, как и сейчас. Но разница в том, что люди просто ходили в этих париках вместо шапки. Просто вместо шапки. Одеваешь и пойдешь. Сегодня ты блондинка, завтра ты шатенка, послезавтра зеленая, послезавтра с какими-то прядями. Это было очень удобно, так как я была юна. И мне тоже все хотелось попробовать и посмотреть, какая я буду сегодня, какая я буду завтра. Конечно, у меня был такой колоссальный опыт с этими париками. Меня они, конечно, никогда не узнавали. Я училась в колледже. С того момента знакомые прозвали Вику артисткой. Хотя она планировала быть педагогом по музыке. Но, видимо, желание быть яркой и разной сыграло свою роль. Сегодня Виктория будет блистать на сцене в образе роковой Мадлен из балов Савоя с угольно-черными волосами. Знатоки женской психологии уверяют, что брюнетки натуры целеустремленные, волевые и рассудительные. А вот блондинки мечтательны, меланхоличны и даже капризны. Лично я была блондинкой, брюнеткой, шатенкой и даже рыжей. А может ли цвет, в данном случае крашеных волос, влиять на характер женщины? Этот вопрос адресуем психологу. Алла Лобанова тоже брюнетка. По совместительству профессиональный психолог. Убеждена, цвет волос может влиять и на настроение женщины, и на ее эмоциональное здоровье. О том, что брюнетки кардинально отличаются, например, от блондинок, с этим она тоже согласна. Однако все эти характеристики применимы только к натуральному цвету волос. Чем больше тестостерона, тем у женщины чаще работает левая сторона головного мозга, левая полушария. Соответственно, более развито логическое мышление, детализация, система. Поэтому женщин с более темными волосами их считают более ответственными, успешными, и что они, так скажем, лучше строят карьеру. Блондинки в количественном соотношении, они мягче, женственней, потому что у них и эмоциональней, потому что у них задействована в основном правая полушария. А правая полушария у нас как раз отвечает за эмоции, интуицию, то есть вот так. Когда мы искусственно вмешиваемся в свой образ, перекрашивая волосы, мы просто меняем внешность, ну никак не характер. А все стереотипы, которые есть в обществе, современные мужчины, кажется, стали забывать. Главное, какой человек внутри, наверное. Все разные. Нету таких, что вот брюнетка, это вот черта характера. Мне кажется, женщина вообще не зависит от цвета волос. Какая разница. Все красивые. Так или иначе, сегодня в календаре День брюнеток. Праздник неофициальный, и когда он появился, неизвестно. Предположительно, инициаторами его проведения стали сами брюнетки в ответ блондинкам, которые свой праздник будут отмечать в ближайшую пятницу. К слову, в календаре также есть День рыжих, русых и шатенок. Нет только праздника окрашенных волос, но возможно пока. Елена Кузовкина, Алексей Фризин. День с толком. Впереди вас ждет прогноз погоды, а пока немного полезной информации. Барнаульцам предлагают разгрузить кошелек, пересмотреть свое отношение к наличным и взять карту с бонусами, кэшбэком и беспроцентной рассрочкой почти на все. Карта или наличка? Чем сегодня пользуются россияне? По статистике, популярность пластиковых носителей постоянно растет, и в будущем они могут потеснить привычные нам купюры и монеты. И на это есть ряд причин. Карта зачастую не только удобнее, компактнее и безопаснее, но и обладает рядом параметров, которых нет у наличных. Например, это бонусы, кэшбэк или беспроцентная рассрочка на все покупки. Рассрочка – известный и проверенный способ оплаты товара не сразу, а на протяжении некоторого периода времени. Обычно условия по рассрочке устанавливает продавец, но есть исключения, когда правило диктует покупатель. С кредитной картой рассрочка на все от Банка Восточной предоставляется беспроцентная рассрочка абсолютно на все покупки, а также на снятие наличных. Срок ее 90 дней, лимит карты до 300 тысяч рублей. Пластиковые карты несут в себе огромный потенциал, которым наличные похвастаться не могут. Главное – выбрать ту, которая даст максимальный комфорт для достижения ваших целей. Спонсор прогноза погоды – компания «Валар». Какой она будет, узнаете через пару секунд. А у меня на этом все новости. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова